Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. О последствиях браконьерства и о том, как в России охотятся легально, вы узнаете в этом выпуске. Незаконная охота – это преступление, предусматривающее уголовную ответственность по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – лишение свободы сроком до пяти лет. Ежегодно в лесах Ульяновской области сотрудники правоохранительных органов задерживают браконьеров. Так, в 2022 году житель Меликесского района незаконно убил в лесу двух лосей. Произошло это в начале ноября прошлого года в лесном массиве Муловского участкового лесничества. Там сотрудники уголовного розыска полиции совместно с егерем Меликесской общественной организации охотников и рыболовов задержали 43-летнего мужчину. Задержанный разделал две туши лосей и разложил их в мешки. Путевки на охоту у него не было. Теперь гуря-охотнику грозит заключение. В настоящее время отделением по обслуживанию Меликесского района отдела дознания межмуниципального отдела МВД России Димитроградский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункта А, части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Случаи браконьерства происходили и в этом году. В сентябре 2023 года охотовед Теренгульского районного общества охотников и рыболовов обратился в полицию и сообщил, что неподалеку от села Сосновка незаконно убивают диких животных. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали подозреваемого. Им оказался ульяновец, 1983 года рождения. Рядом с лесом нашелся и автомобиль горе-охотника. В багажнике правоохранителя обнаружили тушку косули. При себе у мужчины находилось одноствольное гладкоствольное ружье, предположительно из которого и было убито животное. Оружие не имело регистрационного номера и являлось незаконным. Также у мужчины отсутствовали документы, разрешающие осуществлять охоту. Полицейские изъяли у подозреваемого ружье патронтаж с патронами в количестве 12 штук и охотничьи ножи. В настоящее время назначены экспертизы и возбуждено уголовное дело. Охотятся браконьеры не только поодиночке, но и группами. В октябре 2023 года на территории Зикеевского лесничества в Николаевском районе Ульяновской области задержали троих местных жителей. В багажном отделении автомобиля, на котором передвигались охотники, полицейские обнаружили пакет с разделанной тушкой лося. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов у задержанных отсутствовало. У подозреваемых полицейские изъяли три гладкоствольных охотничьих ружья, одно из которых не имело регистрационного номера и являлось незаконным охотничий нож и топор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Кроме того, ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов и экологии, составил 400 тысяч рублей. Охота в России занятие легальное, но требующее оформления соответствующих документов и разрешений. Как это правильно сделать, нам рассказали в Департаменте охотничьего хозяйства и рыболовства Министерству природных ресурсов и экологии Ульяновской области. Ну, чтобы охотиться законно территорией Ульяновской области, прежде всего, нужно достичь 18 лет. При 18 лет, если вы являетесь гражданином Российской Федерации, получили паспорт, соответственно, нужно обратиться к нам в Департамент на прием за получением охотничьего билета Единого федерального образца. Можно также воспользоваться через свой личный кабинет, через госуслуги. Единый охотничий билет действует по всей России бессрочно, но он дает только разрешение на деятельность. Для каждой охоты необходимо дополнительно оформить разрешение на добычу. Оно выдается отдельно по регионам – в Минприроды, либо в охотничьем угодье. В охотничий сезон на тот или иной вид охотничьих ресурсов приходите или также через госуслуги пишите заявление на получение разрешения на право добычи. Кроме того, в разрешении на добычу прописываются сроки охоты и виды животных. В каждом регионе они будут отличаться. Например, в Ульяновской области действует лимит на четырех животных. Лимит устанавливается на лося, на косулю, барсука и рысь. Вот здесь устанавливается лимит. Он согласовывается с Минприродой России и распределяется между охотпользователями, ну и также между охотниками на общедоступно охотничьих угодьях. И есть на которых лимит не установлен, там охотпользуется, допустим, как кабан. Он из лимита выведен. Но есть норма добычи. То есть норма добычи, да, на пушных. У нас, допустим, заяц не более пяти особей в сезон. Лисица без ограничения. Сезон охоты в Ульяновской области открыт с 15 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Регулируются и места, где можно охотиться. Например, в Ульяновской области их большое количество. Исключением являются заказники – территории, где животные восстанавливаются и продолжают род. Вся территория Ульяновской области практически вся на охотничьи угодья. За исключением заказников охотничьих у нас есть пять заказников. Это в Новочеремшанском заказник, в Новочеремшанском районе, в Майнском районе заказник, в Корсунском, в Барышском и Базарном. Это наши региональные заказники, где охота запрещена. Также есть федеральные. Это нацпарк, Сингилейские горы, Сингилейский район. И к ним также относятся два федеральных заказника в Сурском районе и в Старой Кулатке. Вот там охота запрещена совсем. На всей остальной территории у нас охота разрешена. То есть у нас в настоящий момент 23 охот-пользователя. Нарушение условий охоты считается браконьерством. То есть если никаких документов нет, разрешающих на право добычи, соответственно, это считается браконьерством. Также браконьерством считается одно из грубейших нарушений – это применение транспортного средства. То есть оно запрещено. То есть вы не имеете права гонять на снегоходах, на кудроциклах, гнаться за зверем, не преследовавшись, не добываясь с применением транспортного средства. Это тоже считается браконьерством. Вне сроков охоты тоже считается браконьерством. Ну и превышение тоже можно считать это нарушение. За незаконную охоту предусмотрены различные виды ответственности в зависимости от степени грубости нарушений, предупреждения, административные штрафы и даже лишения свободы. Дополнительно к наказанию необходимо будет и возместить ущерб, нанесенный Министерству природы. Причем возвращать деньги нужно в многократном размере в соответствии с действующими индексами. Если незаконно добытые животные, особь какая-нибудь, то выставляется к возмещению ущерба. Ну, допустим, лось, если взять самое большое такса, по таксе он идет в 80 тысяч лось. Но если добывается незаконно, то, соответственно, самец умножается на 3, это 240 тысяч. Самка умножается на 5, это 400 тысяч воплачивает. Если это, как я вот говорил на заказнике ОПТ, то там самец умножается на 5, а самка на 7. Особое внимание в законодательстве уделяется и средствам охоты. На некоторые из них отдельного разрешения не требуется. Можно охотиться, можно охотиться с капканами, проходными. Ногу держащие капканы у нас запрещены. У нас на территории, ну, они вообще на федеральном уровне запрещены. На территории Ульяновской области запрещено применение петель. Тоже запрещено. Ну, а так, традиционные, на пушнин, допустим, ставки, селки, если кто-то умеет ставить, ну, уже практически этим никто не занимается. Тоже можно. Наиболее популярна сегодня охота из огнестрельного оружия. Разрешение на него оформляется отдельно, дополнительно к охотничьему билету и разрешению на добычу. Россиянам разрешается использование и хранение оружия, в основном охотничьего и спортивного. Однако законом предусмотрены строгие требования к потенциальному владельцу. Федеральным законом предусмотрены перечень препятствий к праву владения оружия у граждан. Так, к примеру, перед подачей лицензии гражданин обязан пройти соответствующее обучение в образовательных организациях на изучение и приобретение навыков правил безопасного обращения с оружием. Должен пройти медицинскую комиссию в муниципальных учреждениях здравоохранения, пройти химико-таксилогическое исследование на отсутствие наркотических веществ, психотропных. Кроме того, препятствующим основанием для граждан является достаточный перечень дополнительный. Так, не выдается лицензии и разрешение гражданам, имеющих два и более протокола в течение года за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, общественную безопасность. Это 19-20 главы Кодекса административных правонарушений, находящихся по следствиям в качестве подозреваемого, обвиняемого, имеющих судимость за совершение тяжкого, особо тяжкого преступления, также преступления средней тяжести с использованием, с применением оружия, за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, террористического характера, само собой, все это препятствия. Также препятствиями являются правонарушения, за которые предусмотрен административный арест и наличие двух и более судимостей. Кроме того, необходимо заранее подготовить условия для хранения оружия. Приобрести, само собой, сейф сотрудники правоохранительных органов предварительно, чтобы вынести заключение, обеспечат по согласованию с гражданином проверку обеспечения условий сохранности оружия, то есть оружие должно храниться в сейфе, и ключи должны находиться у исключительно владельца. Далее необходимо оформить лицензию на покупку, а затем разрешение на использование оружия. В Ульяновской области это можно сделать в Росгвардии. Граждане могут подать заявление на получение лицензии на приобретение гражданского оружия через единый портал государственных муниципальных услуг. Соответственно, в срок 30 дней мы рассматриваем это заявление, в результате чего вносим решение о том, что выдать гражданину или отказать. Лицензия действует в течение 6 месяцев. С момента получения гражданин может купить, приобрести гражданское оружие по этой лицензии. Лицензия позволяет приобрести несколько видов огнестрельного охотничьего оружия. Это могут быть охотничьи гладкоствольные оружия, охотничьи нарезное оружие. Изначально гражданин не может претендовать на получение охотничьего нарезного оружия. Он обязан сначала приобрести гладкоствольные по лицензии серии ЛГА. Опять же, здесь тоже имеются ограничения. Он не может приобрести гладкоствольное оружие многозарядное или полуавтоматическое. То есть это одноствольное гладкоствольное или двуствольное гладкоствольное. После двух лет владения таким оружием, он может уже приобрести многозарядное полуавтоматическое гладкоствольное оружие. По совокупности после пяти лет владения гладкоствольным оружием, только после этого он может подать заявление на приобретение нарезного. После получения лицензии на приобретение в течение 14 дней необходимо подать заявление на разрешение использования оружия, которое действует пять лет. Заявление рассматривают две недели. Условия хранения оружия регулярно проверяют сотрудники правоохранительных органов. Проверка оружия проводится в рамках административной процедуры по оказанию госуслуг, проверка обеспечения условия сохранности. Также установлена периодичность раз в пять лет. Кроме того, в период массовых федеральных праздников возможны дополнительные проверки в целях обеспечения безопасности общества. Контролируются и условия перевозки оружия. Единовременно можно перевозить не более пяти штук и тысячи патронов к ним, при наличии разрешения. Кроме того, оно должно быть разряжено, упаковано в чехлы, находиться отдельно от патронов. За нарушение условий хранения и перевозки в законодательстве предусмотрена ответственность. В случае незаконного хранения оружия, это статья 20.10. Но опять же, незаконное хранение оружия, которое не попадает под состав уголовной статьи 222. Здесь предусмотрен штраф в размере 5000 рублей, конфискация оружия. В случае же, если имеются признаки состава незаконного хранения оружия, подпадающего под 222 статью уголовного кодекса, здесь вплоть до лишения свободы. Чтобы легально охотиться на территории Российской Федерации, необходимо оформить, во-первых, единый охотничий билет в региональном департаменте охотничьего хозяйства и рыболовства. Также получить разрешение на право добычи в региональном департаменте охотничьего хозяйства и рыболовства или в отдельном охотопользовании. При желании использовать огнестрельное оружие, получите в Росгвардии, во-первых, лицензию на приобретение оружия и, во-вторых, разрешение на оружие. Многие считают, что охота – занятие жестокое. Тем не менее, в России законом она не запрещена, хоть и строго контролируется. Поэтому готовьтесь к ней основательно, чтобы выйти из леса с добычей, а не в наручниках. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин